Всем алоха, с вами Нангачина и я начинаю прохождение игры The Elder Scrolls for Oblivion. Думаю, никто не нуждается в объяснении, что это за игра и от какой компании она создана, но те, кто не знает, я объясню. Это RPG, то есть ролик Playing Game, ролевая игра от компании Bethesda, на данный момент одна из лучших игр. На данный момент вышла Skyrim, которая, по мнению многих, лучше, чем в Oblivion, но в Oblivion есть свои прелести. Итак, давайте начнем новую игру. Да, начинаем. Доколе наследники твои будут носить амулет королей, будут драконьи огни гореть вечным пламенем, как символ верности нашей для всех людей и богов. У этой игры своя история, своя атмосфера. Я родился 87 лет назад. 65 лет я властвовал над Тамриэлем, но сны мои так и остались не под власть на мне. Я видел врата Oblivion, врата, за которые отказывается заглянуть сознание. Знай же, во тьме притаился враг, готовится он уничтожить эту землю. Сегодня 27-е месяца последнего зерна 433 года эпохи Акатоши. Близятся последние дни третьей эры и последние часы моей жизни. Какой-то глюк произошел. Так, вот нам предлагают выбрать своего персонажа. Давайте посмотрим, какие расы тут есть. Так, имперец. Имперцы это дипломаты и торговцы, но также они хорошо владеют тяжелыми доспехами. Так, что дальше? Каджит. Умные, проворные, быстрые. Акробатические способности, превосходные воры. Видят в темноте, понятно. Лесной эльф. Ну, лесной эльф это отличный лучник, который хороший вор. Норт это воин. Я не знаю, как он управляется с луком. Орк это полностью связан с боем. То есть, с луком и магией они вообще практически не пользуются. И носят тяжелые доспехи. Понятно. Редгард. Лучшие вольные Тамриеля. Они будут торжедены для битвы. Помимо природной склонности к обладанию боевыми искусствами, они также крепко сложены и обладают высоким сопротивлением к болезням и ядам. Понятно. То есть, вот, так, темный эльф. Из моровинда. Мечом, луком и магией разрушения. Так, это уже что-то получше. Так. Рептилии. Органианин. Так. Иммунитет к болезням и ядам. Могут дышать под водой. Взлом замков. Бритонцы. Высокое сопротивление магическим энергиям. Ну, маги. Понятно. Высокий эльф. С острова Самерест. Тайное искусство. Уизина, как мне и холодно. Так. Ну, на этом раз и закончились. Но, мне кажется, мы будем темным эльфом, поскольку он и мечом, и луком, а-ля такой паладин. Да, наверное, им как раз таки и будем. Выбираем темного эльфа, мужского пола. Так. Лицо. Форма. Лицо. Так. Ну, я, наверное, ничего не буду менять. В принципе, он нормально выглядит. Подредактируем, наверное, только некоторые моменты. Волосы. Панк. Косички тоже нет. Нет. Масляные. Нет, не то. Что-то все не то. Военный стиль. Да. Побритый. Военный стиль. Натуральный. Свободный. Что-то пока что... Не могу ничего хорошего найти. Конский хвост. Высокий возил. Ну, давайте... Нет, темный эльф как-то не очень идет. Грива. Так, ну, тут все, уже кончились перечески. Давайте тогда уже конский хвост. Нет, как на какую-то девушку похож. На бабушку. Давайте, ладно. Вот. Высокий узел. Цвет волос. Цвет волос. Цвет волос будет у нас... Какой-нибудь такой. Темно-коричневый. Так, назад. Глаза темного эльфа. А какие-то еще могут быть? Нет. Нет. Возраст-то пусть он будет у нас молоденьким. А только начинающим свой путь. Как-то не очень выглядит. Надо все-таки подредактировать лицо. Комплекция. Хотя вот так более-менее. Вот так вот, мне кажется, самое то. Не буду даже редактировать. Так бы на какой-то вампировый упоротого похож. Глаза красные даже. Так, готово. А, имя. Ведите имя персонажа. Давайте ты у нас будешь... Иссилдуром. Иссилдуром. Из Властелина колец. Правитель людей был, но я не помню, как эльфы звали. Не Леголас, а именно... Еще при Иссилдуре. Так, ладно, готово. Вы уверены, что хотите играть за следующий класс темный эльф? Да. Так, чтобы идти вперед, нажмите W, но это нам все известно. Эй, ты как? Ты, народич. Как давно я не видел еще одного данного. Откуда ты, а? Из Варденфелла. У тебя там осталась жена. Я скажу тебе вот что. Я выхожу отсюда через пару недель. И когда я вернусь в Моровилд, я присмотрю за ней. Ах ты. Ей должно быть так одиноко. Ты ведь волнуешься за нее? Я буду заботиться о ней после твоей смерти. О, это точно. Ты умрешь здесь. Эй, ты слышишь? Страшники идут за тобой. Да, какой-то он странный. Видимо, сам уже спятил после стольких лет заточения. Так, ну, наверное, можно чуть погромче сделать голос у персонажей. Назад. 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 Нет, они мертвы. Я знаю это. Моя задача доставить вас в безопасность. Что этот заключенный делает здесь? Нет, помните меня. Я буду сажаться. Наверное, стража напутала. Я... Ладно, открывай эту дверь. Вы подходите. А, я не могу двигаться. Где мои ноги? Они украли мои ноги. Стой на месте, заключенный. Я вампир. Почему не выбрались из-за этой передряги? Ты. Я видел тебя. Подойди ближе. Хочу тебя я видеть. Именно тебя я видел во снах. Значит, звезды были правы, и день тот наступил. Боги, дайте силы мне. Что происходит? Сыновья мои подверглись нападению ассасинов. Я следующий. Мои клинки ведут меня из города им ведомым секретным путем. По велению случая, вход в туннель в твоей темнице. Почему я в тюрьме? Возможно, боги поместили тебя сюда, дабы мы встретились. Что до деяния твоего, неважно это, не потому тебя запомнят люди. Кто вы? Я твой император. Уриэль Септим. По велению богов служу я Тамриэлю и правлю им. И ты, как гражданин Тамриэля, послужишь своей стране. Своим путем. Что делать мне? Ты найдешь свой путь. Будь осторожна. Вижу кровь и смерть на том пути. Пожалуйста, ваше величество, мы должны идти дальше. Да, и правда, куда нам дальше идти? Возможно, сегодня твой счастливый день. Да, сегодня мой счастливый день. Ничего не предпринимай. Вот как мы видим, выглядим истинный заключенный. А что, мы можем расу сменить? А, нет, не можем. Ну, ладно. Куда нас ведет этот Уриэль Септим? Я помню, я так немного поиграл в нее. Поиграл совсем немного, играл я в нее давно. И не очень тогда разбирался в RPG. Мне она не очень понравилась, потому что тогда я любил линейные игры. А сейчас я понял, что это замечательная игра. Так, и тут, как я смотрю, на пале Ассасины. И почему-то игра немного повлагивает. Так, обыщем ее. И нам дают стальной коробки меч и катану этого капитана. Катана, конечно, хорошая, но она... Так, возьмем это себе. Для того, чтобы... Так, где у нас инвентарь? Для того, чтобы надеть это, мы как-то лево выглядим в этой робе. Так, то есть тут сапоги и все. Мы теперь есть у нас Ассасин. Еще с этими глазами и с такой кожей. Да, прикольно мы выглядим в этой робе. Так, и можно это выкинуть? Я сказал, можно выкинуть. Находясь в воздухе, а я в воздухе, да? Так, выкинуть, я сказал. Что ж ты не слушаешься? Так. Прошу прощения. Давайте сделаем все проще. Просто ему отдадим. Это наши тюремные сандалии из мешковины и штаны из мешковины. И экипируем нам Аковарийскую катану Ренону. У нас ее заберут к концу миссии. Как мы будем выходить с этой локации. Но для этого я взял стальной короткий меч. Как я ни пытался спрятать эту катану, она нам не доставалась. Не поджидать нас здесь. Я не знаю, но назад возвращаться уже слишком поздно. Иди опасность. Мы выведем вас отсюда. Они не первые, кто недооценил клинков. Я припрою Тейл. Вперед! Вперед! Ты остаешься здесь, чем вычетный. Не пытайся идти за нами. А нам получается... Так, чтобы приготовиться к использованию, а неужели... Так, это я все знаю. Ой, как резко обвалилась стена. Крыса! Крыса! Ненавижу крыс. Еще подсходите. Вот здесь есть также вид от третьего лица. Она сделана здесь очень криво. Вот прыжок тот же. Просто ужасный. Чтобы открыть дневник. Так, ну мы это уже знаем. Крысятина мы не будем брать, потому что это только хуже делает... Повреждение запаса сил. Что нам совершенно не нужно. Итак, продвигаемся. Как мы видим, здесь у нас такое открытое помещение. И в тени лежит сундучок. В нем золото, ржавый, железный топор. Я вот даже не знаю брать его. Одноручное оружие. Весит целых 12. Так, один. Брон. Есть. Так, давайте посмотрим, как... Два. Нет, наш лучше. Наш стальной короткий меч лучше. И что тут у нас, по-моему, опять же нападут крышки. Возьмем, что у нас в мешке. Кисть нам не нужна. Золото, как раз таки нам нужно. Обыщем скелет. Ржавый, железный кинжал. Мы тоже брать не будем. Он стоит всего на 5 монет. Железные стрелы возьмем. Кожаные... Принадлежности, факел, лук, щит. Так, понятно. Так, сохранимся. И будем обыскивать сундук. Так, я знаю, как его. Ой. Извините, я перезагружусь. Потому что... Терять так просто отмычки, это ужасно. Продолжить. Давай. Вот так вот. Сапфир и золото. То есть, не зря мы полезли в этот сундук. Давайте посмотрим, что мы можем использовать. Во-первых, давайте наденем грубую кожаную керасу и кожаные сапоги. Как-то без штанов неохота бегать. А, и это я уже выкинул. Штаны. Ну, ладно, побегаем без штанов. Что делать? Так, грубый кожаный щит. Так, катана у нас пока что поезд будет. Сделаем мы пока что на единичку. Жава-железный лук поставим на двоечку. Стрелы. Так, настрелы. Если... Так, вот. Стрелы прикольно выглядят. Ну, сейчас мы возьмем... Вот нашу такую экипировочку. Ну, вроде бы все. Сейчас нам вроде предложат пострелять из лука. Да, давайте попробуем. Достаем лук. Вот здесь как выглядит стриба из лука. Хоп. Да. Продолжить отличный выстрел, нам говорят. Также стрелы можно собирать, если они, конечно, не сломались. И... И что... Ой-ой-ой. Брейс. Блин, 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 блин. Горячая клавиша. Где... Ну, блин. Ненавижу, 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 ненавижу. Все равно этот меч отдавать можно... Ух... Не вовремя она напала. Так, это тоже не будем брать, только много весят факел. Вообще незачем. Его зажечь нельзя, насколько я знаю. В ведре ничего нет. Тут валяется гоблин. Слабое зелье волшебства. Так, железный ключ от мучки. Но я не буду использовать магию. Ладно, тогда давайте возьмем, на всякий случай, хамелеон. Будем брать, но буду очень редко пользоваться я магией. Поэтому, чтобы полечиться. Вот так вот. Так. Ну, это магия восстановления очень мало восстанавливает здоровье. Акробатик аналог повышен. Замечательно. Может, мы через колодец можем выбраться? Нет. Только напрямик. Здесь больше ничего нет. В бочке железные стрелы. Это просто замечательно. Кинжал нам не нужен. А вот от мучки мы возьмем. Так. Бочки. Бочки и сундук мы обыскивали. Здесь ничего нет. А то мы можем отсюда выходить. Так. Сохранимся для начала. Да. Железный ключ использован, на котором мы подобрали у гоблина. Потренируйтесь в использовании заклинаний. Так. Это мы тоже знаем все. Давайте попробуем снять ее с лука. Стой, крыса, ты куда пошла? Сейчас так героевке. Как я за лесного эфа играл. Просто бил скрытность. Да знаю я. Успокойся, крыса. Я из-за тебя стрелу потратил. И где она? Так. Хотя вот они, лобби. Железная стрела. Мясо крысам убрать не будем. Сундучок. Ржавый железный топор нам не нужен. Железная стрела. Ее мы возьмем. А вот ржавые железные керасы и ржавые железные поныжи возьмем. Все-таки мы такой универсал. И у нас уже 109 из 200. С отмычки. Зелье лечения возьмем. Давайте посмотрим. Щелкните на иконку заклинания в нижней части. Единяка, чтобы... Да знаю я. Ржавую железную керасу наденем. И железные поныжи. Да, вот сейчас более-менее выглядит. Более-менее нормально. Я только не знаю, наверное, капюшон снимем. Мы без него круто выглядим. Прям такой боец. Круто. И давайте немного подлечимся, что поставлю, наверное, зелье лечения на троечку. Слабое. Еще немного подлечимся. Так, тут еще есть где-нибудь сундучки всякие скрытые и не скрытые. Нам любые нужны. Здесь ничего нет. Сундук мы тут обшаривали уже. Ну да, походу тут все. Может тут? Нет, тут тоже нет. Тогда отправляемся дальше в путь. Вот как мы выглядим. А, мы скрыты. В скрытности. Вот как мы выглядим от третьего лица. Бежим дальше. Тут ничего нет. Ух ты, как он крикнул. Ты куда побежала, крыса? А ее мы... Слука так... И она даже внимания не обращает. Да я это был, не беспокойся. Ну да, обе стрелы не сломались. Это отлично. Думаю, пока что с луком походим. Ага, зомбак. Зомбак. Какой-то уродливый. Здесь, наверное, самые страшные зомби, которых я видел. Так у тысячи жертв остался. Как я мог тебя в себе подпустить? Ладно. Все, мы его убили. Расшлененки здесь нету, поэтому... Если вы садист, думаю, вам это не понравится. Да, какой... Для алхимика зомби это, наверное, вроде рай. Или для какого-нибудь волшебника, который изучает тела. Но мы простой воин, думаю, будем наемником. Хотя я вот даже не знаю, наверное, кем-нибудь добрецом буду. Спасающий мир. А, зомби этот, похоже, убил крысу. Так, сундуков нету, нигде нету сундуков. Ну что ж, двигаемся дальше. Тут опять ничего нет. Зато есть крыса, которую мы постараемся снять. Ух ты. Ух ты, я ж тебя не заметил. Брысь. Рукопашный бой я ее завалим. Да. Потому что не сумел я взять наш меч. Не успел. Он не реагирует почему-то. Да, на стрелу сломались. Одна стрела в нее прямо насквозь. Слабо зелье волшебства. Даже вот не знаю, брать передышки. Вот, передышки возьмем, отмычки возьмем. Отлично. Попала все-таки, зараза. Так, куда-то сюда стрел выстрелил. Ну ладно, у нас их вроде как много. Целых 59 штук. Так. Так, так, так. Тут опять же ничего нет. Что такое-то неприбыльная пещера. Хотя это самая первая локация в игре. Понятно, что она не будет прибыльной. Можем паутину, нет паутину мы не можем снять. Ага, тут будет сундучок. Да. Сохраняемся. И будем пытаться уже средний уровень. Так. Блин. Успокойся. Мистер. Да, все, взлом навык повышен. Получили даже мы одну лишнюю. Мы истратили две отмычки и получили одну. Точнее, получили 3,20 золота. Факел я не буду брать. Он просто незачем. Давайте подстрелим. Крысятеньки немного, что они стоят на месте. Минус одна. Не попал. На тебя мы завалим в ближнем бою. Будем тренировать и дальний ближний бой. Так, подлечимся немного. Так, давай-давай. Не немного, а полностью. Подлечимся полностью. Да, ваша магическая линия истощена. Это я знаю. Такой идет. Крутой, пафосный чувак. Ночной эльф. Салат, латух, ржавый, железный щит. Ух ты, это рука что ли валяется? Просто кость. Сколько у него? Четыре защиты дает. Это наш грубый, кожаный. Два. Ну, конечно же, мы возьмем этот. Выкинем вообще. Выкинем, я сказал. Достаточно местный. Ну, ее, мое. Тем более, он дешевый. Ржавый, железный. Возьмем и экипируем. Так, где-то ржавый, железный щит. Ржавый, железный щит. Вот, так получше выглядит. Хотя тут покрасивее был. Ну, ладно, так, томат, череп. Томат возьмем. Ржавый, железный щит. Отлично. Шлем нам тоже не помешает. Да, теперь мы такое на рыцаря хоть немного смахиваем. Да, класс. Но, все равно, у нас уже 125 из 200 занято. Робу мистического цвета вообще выкинем. Потому что она вообще даже 0 стоит. Выкинуть. Все. Душенька твоя довольна. Сыр. Железный боевой молот. Нет, я его не буду брать, он тяжелый. Так, ну тут черепа всякие валяются, скелеты. Что нам совсем не нужно? Бодька пустая. Сундучок. Ржавый железный топор нам не нужен. Золото возьмем. Самое то. Так. Так, так, так. Ну тут, походу, ничего больше нет. Только наши вот вещички валяются. Ну что ж. Ох, ох. Ничего нет, но есть кто? Крыса. Ненавижу крыс. Так, смотри, призрак какой-то гоняется, что ли. Так, тут. Что-то нигде сундучков нету. Ну тут тоже пусто. Выросла капуста. Ой. Легкая такая судьба заключенного. Крыса, я тебя даже не заметил, может яркость повысить. Тут вообще ничего не видно. Ну ладно. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. В крысе ничего наверняка нет. Только крысиное мясо. Крысятина. Так, это мы уже круг сделали. Ну да, здесь просто катакомбы какие-то, коридоры. Мы, как я понял, находимся под имперским городом. Но здесь не обозначено этого. Ого, какой мы путь уже прошли. Отсюда так, по туннелям, идем, идем. Так, поставим обратно. На инвентарь. Мешок. На зелье лечения и отмычки. Отмычки. Пароход. Бочка. Понижение интеллекта на 60 секунд. Сила воли понижения. На восстановление запаса сил. Давайте возьмем все четыре бутылки. Если что, продадим. Запас сил у нас пока что полный. Подлечимся, правда, немного. Так. Вот видите, совсем... Маленько совсем подлечится. Крыса у нас половину магической линии забирает. Крыса. Так, я уже снимаю сколько? Полчаса уже снимаю. Ну ладно, я пройду эту миссию. Полностью. Тогда уже закончу. Наверное, минут на 50 будет все. Что это? Крыса. Где? Ги... Гифолома. Вы не нашли ничего ценного. Гифолома. Вообще. Вы можете назначить цифровую клавишу любому вашему предмету. Ну блин, я же знаю, я сам разобраться могу в этом всем. Так, сейчас мы, походу, будем драться с гоблинами. Каменный гриб. Опять ничего ценного не нашли в скелете. Золото-отмычка. Это нам на пользу. Так, зачем-то я его опять начал обыскивать. Просто случайно кнопку нажал. Гифолома опять ничего нельзя взять. Думаю, на грибы даже отвлекаться не будем. Черепа какие-то. Сохранимся. Деколи наследники твои будут носить омлет королей. Так, мы это уже читали. Похоже, мы же драконорожденный здесь. Но это и так понятно, думаю, это все знают. Так, крыс нет, я ненавижу крыс. Коричневая пивная кружка. Нет. Мы не алкоголики. Ножницы нам тоже не нужны. Мы не садовник. Я договорю еще не видеть вас. Можете проспоединить мимо. Но это не наш стайл. Мы убьем его. Так, промазал. Промазал! Единица. Все, держись, Габрилиана. Отмычка. Стрелу, правда, на него потратили. Твитовой вверх. Вам дало себя шляпка. Шляпка цвета хвостника. Да, не знаю, правда, она зачем. Вы же не алхимики. Та, шляпки гифформолы. Ступка и пестик новичка. Да, это алхимик, походу. Ну, давайте возьмем. Вы нашли ступку и пестик. Используйте их, чтобы готовить зелье или яды. Есть всевозможных ингредиентов, имеющих одинаковые эффекты. По мере роста навыка алхимии, ваше зелье будет становиться все сильнее. Думаю, можно будет как-нибудь попробовать. Ядь недомогания давайте возьмем. Тем более он стоит 22 монеты. Тут такой набор алхимика, как я посмотрел. Сломанный табурет. Нет, мы уже не хотим убрать. Жареная крыса, мясо крысы нам не надо. Так. А вот сундучок давайте посмотрим. Очень простой. Золото, отомычка нам нужны. Так. Ну, вроде все. Давайте сохранимся, двигаемся дальше. Слабое зелье. Слабое зелье. Блин. Я зря зелье потратил. Ну да ладно, мы их будем много искать. Иди сюда. Сейчас мы тебя натравим. Ах ты. Ты должен был пробежать, тебя должно было убить. Говнюк маленький. Так, железную стрелу нашу заберем. Шкура медведя. Целых 30 монет, я ее возьму и золото две штуки. Две золотых монеты. Хотели, я думаю, понимаешь ли меня тут обмануть? Тут это разве серьезно? Так, здесь по закону жанра должно быть что-то необычное, но жанр оказался бессилен в этот момент. Так, экипируем лук. Так, крыса дохлая. Посмотрим, что тут у нас. Здесь у нас идет тоже просто обход. Сундука. Сундучок. Фак. Ну ничего у нас, отмычек. Вот, одна отмычка. Железная стрела. Семь. Отлично. Шестьдесят у нас стрела. Экипируем ее пока. Забываю я про блок, забываю, что у нас железный щит есть. И сейчас тут будет так, яблочки возьмем. Будет. Бай-бай, лозерс. Вот так вот будете воспрятываться с ночными эльфами. Так, стрелу он выпустил даже две под деревья, но мы их брать не будем. Ржавый, железный нам не нужен. А у нас какой? У нас тоже ржавый. У нас тоже ржавый. Есть просто железный. Отмычки. Железный стрелы. Возьмем. Отмычка. Железный короткий меч. Но у нас есть стальной, он намного лучше, чем просто железный. Так что мы брать его не будем. Очень простой. Тихо, нет. Злон малок повышен. Ну, замечательно. Так, семь и две отмычки. И в этом сундуке у нас слабо зелье лечения. Аж три штуки. И зелье передышки давайте тоже возьмем. Так, у нас на троечке это все осталось же, да? Насколько я помню. Ой, что-то я не нажал. Ой, блин, зачем я волшебства нажал? Слабо зелье лечения нам нужно. А, троечку. Так. Мы можем пойти сюда, хотя нет, не можем здесь. Темнота и тупик. Значит, пойдем вперед, ничего нам не остается. Да, и здесь мы будем сражаться сразу с несколькими гоблинами. Ах, заметил гаденыш. Не трогай меня. А, блин, я же беру меч, идиот. Недоразу ты какой-то. Железные стрелы у него только потратил. Так, две отмычки, нож. Зато он нам почти ничего не отнял, никаких жизней. Отлетик аналог повышен замечательно. Теперь мы будем быстрее бегать. Так, давать его. Хоп. Не убил. Фак. Он быстро... Как он-то... Идиоту. Железная стрела и золото. Сейчас этого уже в рукопашную. А он вообще без оружия. Просто гоблин. Это, видимо, какие-то доисторические жители. Так, первобытные люди. Например, у них шаманы тут всякие есть. Вот, кстати, у него посох где-то был. Но я не буду пользоваться посохом. Я не маг. Так, давайте сохранимся. На ИС-5. Так, здесь кости людей невидимые едят. Еще один ганнибал. Точнее, каннибал. Шаман. Я не дам тебе использовать магию. Куда побежал? Быстрый гаденыш. Не с тем связался. Это девушка. Женщина. Это бабушка. Железный короткий меч нам не нужен. Крохотный камень душ возьмем. Правда, я не знаю, зачем он я. Так мало у нее в облию. Но скорее, мало играла. Так что я не знаю, что значит. Камень душ некачественный. Робин тоже возьмем. Продадим. Железный короткий меч оставь себе. Старушка. Так, ИС-5. Я уже более-менее так навострился. Ого, сколько тут всего. Золото возьмем. Золотой самородок. Некачественный сапфир. Некачественный топаз. Ремонтный молоток. Вазу оставьте себе. Так, можем прокачивать навык кузнеца. Потом как-нибудь попробуем. Так, скелет. Тут это нам не нужно. Так, здесь мы тоже ничего не посмотрели. Давайте посмотрим. Железный длинный меч. Возьмем отмычки. Железный длинный меч или стальной короткий меч. Весят они по-разному. Но это длиннее, так что им будем уродовать попозже. Так, здесь посмотрели. Бочка. Опять Эль. Ну что ж. Выпьем как-нибудь за здоровье погибших гоблинов, которые, походу, любят выпить. Ага. Так, ну здесь крысы одни. Мы их трогать не будем. Только зря время тратить на них. И пойдемте дальше в пещеру. Все. Мы, кажется, идем на выход. Сейчас мы свяжемся с Саневым императором и клинками. Для начала залезем в сундук, возьмем стрелы и отмычки. Все равно у нас 200. Можно 200 килограмм переносить. Я не знаю. Трилов-специалист может зрительно приблизить цель, держа при стрельбе клавишу блок. Ну, то есть зум, как в шутерах. Попрокачиваем. Я буду таким универсальным солдатом. Все, как вы видите, мы выходим на уже имперский место для обороны, защищать императора, пока не пресбудет подмога. Понятно. Привет! Да, какие-то слабые ассасины. Вроде бы в таких доспехах умирают. Убейте меня, я еще тебе покажу. Не из них он. Он может помочь нам. Он должен помочь нам. Наш прикажете, ваше реличество. Им не понять, почему я доверяю тебе. Они не видели того, что видел я. Как могу я объяснить? Слушай, тебе ведомо девять. Тебе ведомо, как направляют они наши судьбы своей невидимой рукой. Девятеры направляют и защищают нас. Я не очень хорошо разбираюсь в богах. Я не знаю, я не задумываюсь в этом. Девятеры направляют и защищают нас. Служил я девять. Все небо в искрах звезд неисчислимых. Пылают все они. Он как-то стихами говорит. И все сверкают, и каждая есть знак. Я знаю звезды хорошо. Скажи, какая отметила твое рождение? Так, здесь нам дают ученик. Это магия, нам это не нужно. Леди дает вам постоянно прибавку к силе. Нет, нам тоже не надо. Маг явно не надо. Бор. Лорда может. Рождение под кровь севера восстанавливающая до 90 единиц здоровья. Впрочем, вы получите также проклятие тролли подобия. Постоянное повышение уязвимости на 25%. Нет, любовник тоже не надо. Ритуал. Рожденный под знакомый ритуал. Подарок Мары для эффективного восстановления собственного здоровья. Слово богголовение может. Отпугивать нежить. Может, ритуал. Змей, конь. Башня, воин. Так, но воин нам не нужен. Думаю, ритуал возьмем для эффективного восстановления собственного здоровья. Да. Хотя, конь. К скорости, в принципе, не надо. Вор. В 10 единиц скорости, скорости, удачи. Нет. Да, ритуал давайте готово. Да. Знаки, что читаю я, указывают на конец моего пути. Неизбежна смерть и в срок придет. А что насчет меня? Звезды наши не совпадают. Сегодня ритуал поспособствует движению по пути, начертанному звездами. Так. Видите ли вы мою судьбу? Сны мои не предвещают мне удачи, указывая лишь на неотвратимость конца. Но ты, в тебе я вижу солнце луч, сиянье яркой славы Акатоша, тьме наступающей противно. С надеждой этой и обещанием твоим помочь на сердце облегчение. А я разве что-то обещал? Ладно. Старши ты, если вы смерти. Победы или иные свидетельства успеха сейчас неважны. Могу сказать, я жил достойно, и дух мой упокоится легко. Человек есть плоть, кровь и разумение. Ему ведом рок, но час неведом. Но в этом я благословлю. Я знаю, когда пробьет мой смертный час. Предстану предначертанным судьбой, затем поду. Куда мы идем? Я к гибели своей иду. Пронзительнее музыки тот голос, что зовет меня. Проводишь ты меня немного, затем расстаться мы должны. Ну, давайте проводим его, раз он боится один ходить. Точнее, он не боится, это я уже сам придумал. Так, кто-то у нас валяется. Ассасин. Да, ассасины в разных книгах и фильмах трактуются по-разному. От тебя тоже может быть польза. Вот. Клин, я не хочу у тебя ничего спрашивать. Держись поблизости и дай нам выполнять нашу работу. И все будет в порядке. Уже близко. Ну, идем. Если смотреть на ассасинов из серии Assassin's Creed, то они прямо герои, защищающие долг свою, короче. Ну, вы поняли, да? Если же посмотреть Принц Персии фильм, да, который так себе выдался, то ассасины там используют в роли наемников. Я его сам хочу убить. В роли наемников и, короче, злодеи. А вот реально, в реальности же ассасинов, на самом деле, называли хашишины. И, в общем, зайдите на сайт, называется Assassin's Creed.su, по-моему, так. Там, в общем, описана история. Там, значит, хашишины, вот эти вот, на самом деле были люди, которые... У них целая империя была, и они... Так, это свои. Я не могу разобрать, кто это. В общем, они курили гашиш, и, в общем, убивали, чтобы попасть в рай. Ну, как наши террористы сейчас. И, когда они делали свое дело, убивали себя сами. Ну, то есть, наши террористы, можно сказать. И, в общем, владыка этот их, ассасинский, к разным методам прибегал. То есть, он отводил их в сад под замком, к которым они приходили, и говорил, что это рай, и им нужно выполнять его волю, чтобы попасть сюда снова. Ну, обман. Так. Идем. Мы почти дошли до канализации. Да, я как раз хотела в туалет, раз мы почти дошли до канализации. Ну, все, давай, что ты хотел. Гленрой, Гленрой и Баурус. Да. Эта дверь закрылась. А зачем он меч обнажил? Странно. Очень странно. Я вот только сейчас понял, что нелинейные игры это круто. Раньше я не любил. Разумного мне в голову не приходит. Они сзади. Подождите здесь, ваше величество. Жди здесь вместе с императором. Охраняй его даже ценой своей жизни. Окей, похоже, я клинок. Буду выполнять их долг. Все, я защищаю. Я не могу идти дальше. Тебе в одиночку придется противостоять принцу разрушения и его смертным слугам. Амулет королей не должен достаться ему. Возьми амулет. Отдай его Джофри. Он один знает, как найти моего последнего сына. Найди его и сотвори накрепко врата обливённых. Ладно. Ой, он залыбался. СТООООЙ! Ваше здоровье сильно ухудшилось. Ах, зараза ты. Ладно, повысим. Нет. Даллас, спаси нас. Так. Значит, этот умер. Золото возьмём у него. В общем, тут у вас немного разговор вырезался, но... Ничего серьёзного вы не пропустили. Просто выбрал себе класс рыцарь. Вот так вот. И сейчас нам Баурус сказал отправляться в канализацию. Мы так и поступим. У меня из-за фракса там немного такая небольшая часть вырезалась. Так, уже будем спешить. Но сюда не будем ничего использовать. Ключ Бауруса использован. Так, что-то я подпрыгнул случайно. Выходим в канализацию. Интеллект определяет общество количество вашей магии. Ну, хорошо. О, так. До меня нашли... Так, отлично. Продолжу сделать это. Пока что просто продолжим. Мы обязательно этим займёмся. Чтобы получить овладение замок. Вот так вот. Тут ничего нет. Только одна канализация. Как вы видите, у меня уже другой меч. Потому что... Ту катану у меня забрали. Так, головка сырная. Я не буду её брать. Моку тоже не буду. Крысовую бью. Ух ты, с первого раза ударил. Ну, классно. Ворота. Гоблины. Сейчас мы прокачиваем. Ты, дикань какой-то, вудей. Ну, чё-ка. Ой. Так, ну, давайте продвигаемся. Так, тут, по-моему, лестница. Нет. Значит, в другом проходе. Идёмте. Я уже здесь буду ещё так побыстрее нам делать. Потому что у меня немного места не хватает. На компьютере, на диске. Поэтому надо всё быстро делать. Быстро-быстро. Не обращайте на что внимания. В общем, без разницы. Выход. 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 Так, изменение знака нет. Готово выйти из канализации. Если перекрестить сыновь с яхем, когда вы крадётесь, значит, другой персонаж или существо знает, что вы здесь. Ну, хорошо, будем знать. Так, давай-ка быстрее, загрузка. Отдых восстанавливает ваше здоровье, магию и запас сил. Давайте быстрее. Вы что такие-то? Ну, вот и всё. Мы выбрались из тюрьмы. Играем мы за ночного эльфа. Так, красная стрелка на комплексе, это я знаю. Играем мы за эльфа. Наш класс рыцарь. И мы рождены под знаком... Под знаком... Кого? Ну, под знаком знамений. Так. Ну, на этом я закончу серию. Вот эта маленькая территория, которая нам известна. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. Скоро будет ещё серия. Всем пока.